Здравствуйте! Тема урока «Понятие гормоны. Гуморальная регуляция. Место расположения и функции эндокринных, экзокринных и смешанных желез. Гормоны, выделяемые железами». Сегодня на уроке научитесь определять расположение эндокринных, экзокринных и смешанных желез, объяснять основные функции желез. Вы когда-нибудь задумывались, почему общение с домашними животными приносит столько много радости. Бывает приходишь домой, а дома тебя встречает четвероногий друг, и усталость как рукой снимает, повышается настроение. Причиной этому выработка гормона окситоцина, гормона радости, привязанности и любви. Существует несколько гормонов, которые можно объединить в группу гормоны счастья. К таковым относят дофамин, вызывает чувство уверенности в себе, вазопресин, вызывает желание заботиться об окружающих, эндорфин, вызывает кратковременное чувство эфории, серотонин, отвечает за общий эмоциональный фон и настроение. Для того, чтобы гормоны радости выделялись в норме, необходимо соблюдать несколько простых правил. Соблюдать режим дня, правильно питаться и быть физически активными. Существует ряд продуктов, которые повышают уровень гормонов счастья в нашем организме. К продуктам относят ананас, черная смородина, клубника, апельсин, бананы и шоколад. Визуально можно увидеть работу гормонов, наблюдая за психоэмоциональным состоянием человека, особенно подростков в так называемом пубертатном периоде, когда активность гормонов наибольшая. Но гормоны влияют не только на психоэмоциональное состояние, но и на физическое развитие. Работой организма управляют две системы – нервная и гуморальная. Нервная регуляция обеспечивается за счет деятельности центральной нервной системы. Гуморальная регуляция обеспечивается за счет деятельности специальных органов – желез. Две эти системы работают как единое целое, поэтому их объединяют в нейрогуморальную систему. Гуморальная регуляция – это механизм регуляции работы органов и систем органов, осуществляемых через жидкие среды, такие как кровь, лимфа, тканевая жидкость и слюна с помощью гормонов. Что же такое гормоны? Гормоны – это биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желез внутренней секреции и поступающих в кровь. В зависимости от того, куда выделяется продукт, вырабатываемые железами, их делят на три группы – экзокринные, эндокринные и железы смешанной секреции. Рассмотрим экзокринные железы или железы внешней секреции. Они вырабатывают свои вещества, секреты, и выводят их во внешнюю среду организма или в полость органов. Железы внешней секреции имеют протоки. В зависимости от того, какой сложности протоки, они бывают простыми и сложными. Секреты выделяются в больших количествах, но на работу организма они не влияют. Экриновые железы, или их иначе называют потовые железы, располагаются по всей поверхности тела. Сальные железы. Выделяют такой секрет, как пот. Пот – это водный раствор солей и органических веществ. Сальные железы. Располагаются в коже млекопитающих и человека. Вырабатывают такой секрет, как кожное сало, иначе его называют себум. За сутки кожа человека может выделить 20 грамм себума. Слезные железы. Располагаются в уголках глаз. Выделяют слезы, которые предназначены для увлажнения роговицы глаза и удаления со слизистой оболочки различных частичек пыли. Слюнные железы. Расположены в ротовой полости и выделяют слюну. Помимо многочисленных мелких желез, расположенных на слизистой оболочке языка, неба, щек, есть еще и крупные слюнные железы, такие как околоушная, подчелюстная, подъязычная. Молочные железы. Предназначены для выработки грудного молока и вскармливания детенышей. Процесс образования молока называется лактацией. Молочные железы являются видоизмененными потовыми железами. Еще одной железой внешней секреции является печень. Это гигант среди желез. Располагается в брюшной полости под диафрагмой. Железа имеет большое количество функций, но среди экзокринных функций выделяют синтез желчных кислот и билирубина. Также печень продуцирует и секретирует желчь. Железы кишечника и желудка выделяют пищеварительные соки, предназначенные для расщепления органических веществ. Эндокринные железы или железы внутренней секреции. Они выделяют гормоны, поступающие в кровеносные или лимфатические сосуды. Эндокринные железы не имеют выводных протоков. Гормоны выделяются в минимальных количествах и влияют на работу сразу нескольких тканей и органов. К эндокринным железам относят гипофиз, щитовидную железу, паращитовидные железы, тимус, надпочечники. Гипофиз – главная железа внутренней секреции. Она регулирует работу всех остальных желез. В гипофизе выделяют переднюю долю, промежуточную и заднюю. Передняя доля вырабатывает гормоны, которые регулируют работу других желез, такие как териотропный, гонадотропный и соматотропный. Промежуточная и задние доли состоят из нервных клеток. Здесь происходит накопление гормонов, выделяемых гипоталамусом. Гипоталамус – это железа, которая регулирует работу гипофиза. Эпифиз представлен небольшим шишковидным телом серовато-красного цвета, расположенный в четверохолме среднего мозга. Данная железа вырабатывает такие гормоны, серотонин и мелатонин. Эпифиз регулирует биологические ритмы организма, тормозит работу гипофиза, регулирует рост организма, регулирует половое развитие. Щитовидная железа расположена возле гортанных хрящей. Эта железа йотозависимая, вырабатывает такие йодсодержащие гормоны, как тероксин и триотиранин. Щитовидная железа участвует в регуляции обмена веществ, в росте отдельных клеток, в созревании тканей и органов, а также в обмене белков, жиров и углеводов. Парощитовидные железы. От четырех до шести небольших эндокринных желез, преимущественно расположенных на задней поверхности щитовидной железы, вырабатывают гормон, называемый парадгормон. Парощитовидная железа регулирует уровень кальция в организме. Надпочечники. Парные эндокринные железы, расположенные на верхней части почки. В строении надпочечников выделяют два слоя. Корковый и мозговой. Мозговой слой надпочечников выделяет такие гормоны, как адреналин и норадреналин, являющиеся гормонами стресса. Корковое вещество. Источник кортикостероидов, которые в свою очередь регулируют процессы обмена веществ. Железы смешанной секреции. Это железы, одни клетки которых вырабатывают гормоны, а другие вырабатывают секреты, которые поступают на поверхность тела или попадают в органы. К железам смешанной секреции относят всего две железы. Поджелудочная железа располагается под желудком, синтезирует панкреатический сок, который по протокам поступает в первый отдел тонкого кишечника, двенадцатиперстную кишку. Здесь панкреатический сок участвует в расщеплении органических веществ. Поджелудочная железа выделяет два гормона – глюкогон и инсулин. Оба этих гормона регулируют уровень сахара в крови. Если уровень сахара в крови поднимается, то поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который снижает уровень сахара в крови до нормы. Если же уровень сахара в крови понижается, то поджелудочная железа вырабатывает глюкогон, который повышает уровень сахара. Половые железы. У мужчин и женщин они отличаются. Мужские половые железы называются семенники, женские половые железы называются яичники. К экзокринной функции половых желез относится выработка половых клеток. Половые клетки мужского организма называются сперматозоиды, половые клетки женского организма – яйцеклетки. Эндокринная функция половых желез заключается в выработке гонадостероидов, то есть половых гормонов. У мужчин половыми гормонами являются андрогены, в частности тестостерон. У женщин – эстрогены и прогестерон. Переходим к практической части. Задание 1. Соотнесите вид желез и их характеристики. Проверяем ответ. Эндокринная выделяет гормон в кровь. Экзокринная выделяет секрет в полость органов и на поверхность тела. Смешанной секреции выделяет гормон в кровь, а секрет через протоки в полость органов или на поверхность тела. Задание 2. Найдите лишнее. К железам смешанной секреции относят. Проверяем ответ. К железам смешанной секреции относят половые и поджелудочную железу. Задание 3. Установите последовательность в механизме действий эндокринной системы. Железе поступает сигнал о необходимости выработки гормона. Железа выделяет гормон, гормон поступает в кровь, гормон с током крови разносится по всему организму, гормон воздействует на орган или ткань. Подведем итог урока. Сегодня на уроке научились определять расположение эндокринных, экзокринных и смешанных желез. Научились объяснять основные функции желез. Выяснили, что железы дифференцируются в зависимости от выделяемого вещества и места секреции этого вещества. Урок окончен. До свидания.